Иии, всем привет! С вами я, Халлоу7, и сегодня мы продолжаем играть в сборку со 100 модами. Итак, я хочу перед вами крайне извиниться за то, что я так долго не выпускал ролики, но у меня была кое-какая проблема. Сейчас я вкратце объясню её. Снимаю очередной летсплей. Я играл, снимал летсплей, да, то есть развивался и так далее, показывал вам, как я получал некоторые вещи. Сейчас вы всё это видите. Но внезапно, когда я зашёл в Twilight Forest, посетить Минотавра, активировал карту, и у меня краснулся Minecraft. После этого я его пытался запустить, но он не запускался. В итоге мне пришлось захоронить этот сейф, запустить всю сборку со всеми модами, и, как вы видите, всё на месте. Крайне хочу извиниться за то, что не показал вам, как развился, как всё это сделал, но что поделать, всегда бывают такие вот технические неполадки, да. Ну и сегодня мы продолжим выживать. Вкратце расскажу, чем я занялся на тех сериях. Значит, сделал я броню, убил я Гидру, может у меня появятся кадры, я вам покажу эти кадры, если они мне, конечно, остались. И сейчас нам нужно найти товарища, которого зовут Призрак с доспехами. Давайте его быстренько найдём. Насчёт прохождения Твой Лайт Фореста, я скажу вам, что пройти его за эту серию я, наверное, не смогу. Сколько бы я вам не обещал, но это действительно сложно, и пройти его фактически за две серии невозможно. Если я, конечно, буду делать каждые две секунды паузы, то да, возможно, получится. Так, давайте сейчас мы пойдём искать наш лабиринт, да, и я к вам вернусь, когда найду этот лабиринт. Точнее, не лабиринт, а трофей. И, кстати, проблема, я забыл трофей. Ну ладно, сейчас я тогда вернусь домой, найду этот лабиринт, и мы вернёмся. Итак, ребята, честно признаться, я очень устал от Твой Лайт Фореста, и хочу немного развить свой дом. Я, к сожалению, не нашёл место, где находится этот призрак. Вот честно говорю, прям отвечаю, я не мог найти это место на карте. Может, я просто глупый и не смог найти на карте, как он обозначается, но, честно говоря, зайдя в этот биом, который ниже змеюки, у меня сразу же бил дождь. Не знаю, что это за фигня, но я думаю, что я смогу как-то избавиться от этой фигни. Но сейчас, на данный момент, я хочу позаботиться о другой вещи. А какой именно это у нас ресурсы? Да, вот те самые ресурсы, которые нам очень нужны. Нам нужно какое-то, не знаю, не то чтобы жилище, а шахта, то есть, которая постоянно будет давать нам новые и новые ресурсы. Да, у меня есть вот такая вот шахта простенькая, но это не то, это не то. Это вообще не то, я скажу вам. Это прям, не знаю, не то, не то. Ладно, я не буду повторять это много раз. Я, конечно, могу добыть вот здесь довольно много ресурсов, да, уголёк, железо. Но у нас и нужны более другие ресурсы. Я про те, которые строительные ресурсы. Кварц, вот эта всякая фигня. И поэтому я решил сделать кое-какой предмет. А какой именно сейчас? А это чизель. Другими же словами, стамеска. Что же делает эта стамеска? Я сейчас вам покажу. Давайте, например, возьмём пока что обычный булыжник. Сейчас всё выложу. Так, обычный булыжник возьмём. Да, вот есть булыжник. Нажимаем на чизель и втаскиваем сюда булыжник. И смотрите, у нас теперь можно сделать этот булыжник разным путём. Я посмотрел, и мне понравился вот булыжник со светлой панелью. То есть, не знаю, почему мне он так нравился, но он вроде бы выглядит красиво. Не правда ли? Вот, вот так и заставимся. И второй путь, это как изменить сразу же, не применяя вот так вот, не кладя сюда булыжник. Это вот таким кликаньем. Вот, сейчас я сделаю всё вот в таком вот интерьере. Потому что мне кажется, это очень красиво. Так, давайте убьём лыжника. Меня задолбали эти лыжники. Вот эти вот скелеты меня просто бесят. Да меня вообще мобы все бесят в последнее время. Потому что они очень мешают нашему летсплею и постоянно нам что-то противоречат. Так, вам при эксцежении изменить не могу. То есть, могу только булыжник изменить. Так, просто покликаем. Всё. Если честно, вообще всё равно, каким будет булыжник. Он просто выглядит красиво. И звуки такие, типа, дрррр. Так, ну и давайте, что я хотел вам показать. Входим мы в сферу хайтейдж обновления. И давайте мы сделаем вот такой вот обелиск отращения. Да, вы сейчас заметите, типа, как ты его сразу же сделаешь. Ты же не имеешь энергии никакой. Ну, всё просто. Это эндер.ио, ребята. Это значит, что здесь есть полюбасу генератор. А какой именно? Сейчас я вам покажу генератор. Вот. Вот. Вот такой вот генератор стилинга работает на нашем любимом топливе. А если быть точнее, то на угле. Делается он довольно просто. Это каменные кирпичи и печка. Давайте сейчас это сделаем. Итак, берём поршень, печку, камень-камень и две шестерни. И у нас получился вот такой вот замечательный механизм. Я не знаю, честно говоря, где мы будем всё это располагать. Но я уже придумал, где примерно. Давайте возьмём немного досок и пойдём на верхний этаж. Да, да, да. Тот самый, с помощью которого... С помощью телепортера. Вот так вот сделаем. Я думаю, у нас сверху будут все механизмы. Я потом это всё расширю. К тому же, почему хорошо сверху строить механизмы? Потому что у нас же здесь стоит мод на солнечной панели. А значит, нам придётся ближе к солнцу ставить все генераторы. Также здесь есть вроде бы Galactic Craft. Я не уверен, могу врать. Может, потом я проверю и скажу вам точную информацию. Есть ли он тут или нет. И так, вроде бы я всё заставил. И знаете, что я сделаю? Я даже вот так вот сделаю. Я вот здесь даже всё заставлю. Потому что я потом поменяю вот эти вот древесинки на стекло. Пока не хочу здесь расслаблять листу. Я, конечно, понимаю, красиво, но я хочу как-то... Чтобы было то ли, не знаю... Как-то более так ужасающее. Типа это сарайчик у меня такой, где находится всё интересное такое. Так, и поставим здесь прямо вот так вот генератор стирлинга, который будет работать на угле. А к чему вообще всё это сделал? Это к тому, что, как мы знаем, из-за древесины можно получить древесный уголь. А как мы знаем, древесный уголь может быть как топливо. И это один из плюса вот этого всего. Поэтому сейчас мы сделаем то, что мы хотим. А это... ой... Поэтому мы сейчас сделаем то, что мы хотим. А именно добудем немного дерева, сделаем топливо, и посмотрим, что получится. Итак, пока я воевал с ведьмой, обнаружил немного дерева. И, честно говоря, вы сейчас приофигеете, сколько я добыл с нашего посева деревьев. Давайте сейчас я посажу и покажу вам. Четыре, мать его, стака. О, боже мой, это очень много. Я, честно говоря, в шопе. Но здесь проблема. У нас нет угля, чтобы переплать всё это дерево. Поэтому сейчас мы все силы нацелим на эти четыре печки. Вот. Так, так. Так. И вот так. И будем стоять рядом с ними довольно долгое время. Пока стоял и смотрел рецепты, нашёл такую интересную штуку. Называется алхимическая вароч, алхимическая установка. Делается оно таким способом. Здесь нужен какой-то кровавый шар мага. И... О, боже мой, я ненавижу этот мод. Это же... Блуд Мэджик. Неужели нам придётся изучать этот мод, чтобы сделать эту алхимическую варочную стойку? Потому что, как мы знаем, уголь... Древесный уголь не везде может использоваться как крафт. Поэтому для того, чтобы сделать из угля... Из древесного угля обычный уголь, нам потребуется алхимическая установка. Вот так она делается. Точнее, вот так используется. И нам нужен, вот, хотя бы минимальный кровавый шар. Но я сейчас найду здесь какой шар. Вот, слабый. Вот это самый первый. Самый первый слабый кровавый шар. Нам всего что-то его надо сделать. Всё. И заодно я посмотрел... Как это делается это всё? Кровавый алтарь. Вот так. Давайте я попробую это сделать. Так, четыре камня, печка, алмаз и золотой слиток. Ну, в принципе, всё просто. У нас есть и золотой слиток, и алмаз, камень, и булыга. Булыга. Ну, дайся. Всё. Так, давайте сделаем. Вот так делаем... Делаем печку. Делаем камень. Кладём алмазы. Золотой слиток. И кровавый алтарь получен. Пока я ничего не знаю о том, как вообще его апать. И единственное я знаю, это нам понадобится очень много места для этого алтаря. Поставил я его примерно вот здесь. Где-то рядом с ботанией. Я думаю, ботанией это не помешает. Потому что у нас ворота в эльфкейм будет примерно где-то вот здесь. Наверное. Или... Да, вот здесь будет. И там же ещё должен быть алтарь. С помощью которого руны делаются. Ну, в принципе, на этом можно остановиться. Да, блин. Я хочу опустить вот эти вот ящики пониже, потому что они мне очень мешают. Дело сделано, но опустил я как-то по-китайски. Ну ладно, кого-то волнует, когда мы всего лишь поставили их. Ну ладно, не будем на этом концентрировать внимание. И теперь я хочу кое-что сделать. А именно улучшить нашу кирку и стингер констракта. Потому что, походу, мы будем ей копать. Не знаю, почему я так думаю, но я хочу ей покопать. Потому что, как вы помните, уровень добичи обсидиан. Это круче, чем алмаз. Вроде бы, если я не уверен, то можете мне потом подсказать в комментариях. Так, давайте добавим мне прочности. Световая пыль не помогает. И удачи. Всё, это вроде бы всё, что я могу пока что для этой кирки сделать. А, вроде Бридстон могу добавить для скорости добычи. Давайте это проверим. Да, скорость добычи. И у нас получается вот такая замечательная обсидианная кирка. Но, как вы знаете, из Драконика Эволюшена и нашего любимого... Из нашей любимой ботании кирки лучше. Поэтому, как-то так. Ну, а с вами был Hello7. Я, конечно, понимаю, эта серия будет немного такой себе. Потому что я всё-таки спешил, старался. У меня была также проблема со съёмкой. И поэтому я думаю, что вы меня поддержите лайком и подпиской. А с вами был Hello7. Всем спасибо за просмотр. Ждите новых серий.